всем привет с вами ира и канал готовим с любовью сегодня будем выпекать очень пышные румяные и ароматные пирожки на кефире пирожки будут с печенью начинка очень вкусная полезная и сытная смотрите видео надеюсь вам понравится этот рецепт сначала мы займемся начинкой для пирожков для нее нам понадобится пол килограмма печени можно брать любую свиную говяжью куриную 3 луковицы 2 моркови и соль перец по вкусу сначала мы полукольцами нарезаем лук слишком измельчать лук не нужно так как потом всю начинку мы будем перебивать на блендере лук нарезали теперь натираем на крупной терке морковь морковь придаст нашей начинке нежность и сладость теперь осталось подготовить печень печень нарезаем небольшими кусочками на раскаленной сковороде с растительным маслом обжариваем лук смешивая с морковью к моркови добавляем печень и теперь обжариваем до готовности печени обязательно начинку нужно посолить по вкусу и поперчить но главное не перестараться с солью а то печень у нас будет горчить и жарим до готовности теперь с помощью блендера мы измельчаем нашу начинку печень с морковью и луком это всегда очень вкусно я слишком не зажариваю печень она у меня мягкая и начинка получится нежная и вкусная начинку всегда готовлю заранее ставлю ее в холодильник и уже в холодном виде использую в приготовлении пирожков вот такая начинка у нас будет у наших пышных пирожков для теста нам понадобятся следующие продукты 100 миллилитров теплого молока 1 упаковка сухих дрожжей 11 грамм 1 столовая ложка сахара 300 миллилитров теплого кефира 2 процентного 1 яйцо 100 миллилитров растительного рафинированного масла 1 чайная ложка соли и 600 грамм муки для начинки мы будем использовать печень которую мы заранее приготовили сейчас мы в миску выливаем 100 миллилитров теплого молочка добавляем сюда одну столовую ложку сахара и одну упаковку сухих дрожжей на 15 минут оставляем молоко с дрожжами пусть поднимется шапочка мы проверим качество дрожжей и будем замешивать тесто только молоко должно стоять тепле теперь приступаем к замешиванию теста добавляем одну чайную ложку соли размешиваем добавляем 300 миллилитров теплого кефира я брала двухпроцентный кефир яйцо одно все продукты должны быть комнатной температуры ну и осталось у нас растительное масло и мука тесто это готовится быстро на вкус получается очень хорошим вливаем растительное рафинированное масло по нему моей семье очень любят пирожки с печенью поэтому решила сегодня их побаловать и приготовить любимую выпечку прислушайтесь к моим советам начинку готовьте заранее можно с вечера приготовить потом поставить ее в холодильник она остынет если вы в этот же день будете готовить начинку любую если вы готовите она должна полностью остыть если даже немножко теплая начинка будет она может повлиять на структуру теста и вас просто выпечка не получится такой пышной и воздушной мне очень нравится работать с этим тестом на кефире но такое послушная и очень легко с ним работать последнее растительное масло теперь добавляем еще с этого теста можно делать и сладкие пирожки и рулеты и пироги все что душа пожирает муку высыпаем на стол все даже наше тесто выкладываем и замешиваем тесто есть куча вариантов рецептов тесто на кефире я уже один вам показывала вот еще один выбирайте для себя тот который вам больше понравится с которым вам легче работать руки слегка смочила растительным рафинированным маслом еще немножко подмесим тесто можно даже с этого теста вот одновременно испечь и сладкие и соленые пирожки сделать просто две начинки одна там с печенью вторая с вареньем одним махом убить двух зайцев сделать и сладкое и сладкую выпечку и соленую так но принципе тесто у нас уже хорошее мягкое выкладываем его на стол на кухне должно быть тепло сверху накрываем полотенцем и оставляем наше тесто на полчаса и потом начнем с ним работать смотрите какое пышное красивое тесто у нас через полчаса вообще отличное ручки я снова смазала растительным рафинированным маслом подсыпаем немножко мукой этот рецепт теста на кефире отличается от предыдущего моего здесь немножко меньше растительного масла но это тесто не хуже будет но в его состав входит немножко меньше растительного масла вот тесто делим на части и будем делать пирожочки забивать тесто не нужно ручками расправляем каждый кусочек форму пирожкам тоже можно придать любую количество муки я вам стараюсь указывать точное всегда измеряю на весах поэтому претензий никаких не должно быть ко мне расправили теперь на каждый кусочек теста мы выкладываем начинку начинку можно использовать любой можно к печени было добавить картофель но мои попросили именно вот начинка с печень начинки кладу много не жалею но теперь будем делать пирожочки крупным планом вам покажу как приготовить такой пирожок сначала просто защипываем края тесто очень нежное воздушное вот я уже делаю и чувствую насколько оно хорошее защипали теперь смотрите в одну сторону в другую просто вот и сделайте так для красоты и такие пирожочки выкладываем на противень застеленный пергаментной бумагой растойка пирожков у меня заняла 15 минут теперь смазываем их яйцом духовочку поставили разогреваться пирожки отправляются в горячую духовку с данного количества продуктов у меня получилось 14 пирожков все поместилось на один противень очень удобно если у вас большая семья то конечно же увеличивайте порцию два раза так как выпечка получается очень пышной вкусно пирожки мы отправляем в разогретую духовочку на 180 градусов на средний уровень пирожки с печенью выпекались полчаса вот такие мягкие и пышные домашние пирожки с печенью у меня получились рецепт дрожжевого теста на кефире он идеален порадуйте своих родных вкусной домашней выпечкой пирожки получились мягкими и нежными как пух сейчас я вам покажу вот как вы просили разломаю пирожок и вы посмотрите насколько нежное тесто очень вкусная начинка обязательно приготовьте для своих родных эти пирожки они оценят их по достоинству подписывайтесь на мой канал ставьте лайки а с вами была ира и канал готовим с любовью до новых встреч пока пока